Привет, друзья! По многочисленным вашим просьбам, сегодня будет дегустация готовой еды из магазина. Еду мы бы не пробовать из супермаркета Евроспар и попытаемся выяснить, вкусная ли она или совершенно несъедобная. Салат из свежей капусты. Внешне он выглядит аппетитно. Цена такого салата 169 рублей за килограмм, здесь 106 грамм и обошлось это все в 17 рублей 91 копейку. Кроме капусты мы еще здесь видим морковку. Ну и как мы видим, капуста нарезана неравномерно, попадаются еще супер огромные куски. Заправлен этот салат растительным маслом и чувствуется, что он такой жирненький. Также еще ощущается небольшая кислинка. В составе написано, что присутствует еще лимонный сок. Видимо, он и дает небольшой кислый привкус. Эта капуста очень жесткая, видно, что ее немножечко так вот помяли, подолбили чем-то, что она такая более-менее мягкая стала. Но все равно, конечно же, эффект не тот. В общем, этот салат, конечно же, не самого высокого качества. Это куриные крылышки в панировке. Но так как они не только что приготовленные, то панировка уже не хрустящая. Чеки эти крылышки идут просто как домашняя кухня. Стоимость 500 рублей килограмм. Здесь 255 грамм. И вышло все на 127 рублей. Попробовал. Крылышки эти мне по вкусу понравились. Чувствуется, что они свежие и довольно-таки мясистые. Во вкусе чувствуется небольшая острота, но она совсем минимальная. Не такая, в общем, как в острых крылышках из KFC. Но единственный минус, конечно, то, что уже панировка не хрустящая. А так, в общем, все замечательно. В Евроспаре есть собственное производство роллов. Я решил взять ролл Филадельфия с угрем. Стоимость такого ролла почти 300 рублей. В составе есть еще пакетик с соевым соусом. Есть маринованный имбирь и васаби. Здесь огурец, сливочный сыр, рис и не очень большой кусочек угря. А угрь сверху посыпан кунжутом. И еще есть какой-то соус, наверное, терияки. По вкусу этот ролл мне понравился. Рис здесь хорошо сварен. Качественный сливочный сыр. Огурец хорошо хрустит. Огурец свежий, хороший. Угря здесь хоть и немного, но он во вкусе отчетливо ощущается. Думаю, для своей цены качество этих роллов очень даже хорошее. Они ничуть не хуже, чем вот в каком-то ресторане, где подают роллы. Роллы мне понравились. Попробуем жареную картошку с грибами. Грибы здесь, по всей видимости, опята. Также еще добавлен укроп. Картошка с грибами стоит 36 рублей 90 копеек за 100 грамм. То, что касается грибов, то грибы вкусные, хрустящие. Такое ощущение, что они были свежими и потом их обжарили. Очень много попадается маленьких грибочков. Грибы, в общем, вкусные. Ну, а вот картошка мне не понравилась. Такое ощущение, что она не жареная, а просто какая-то вот вареная. Она уже какая-то полусухая и совсем невкусная. Также здесь нету лучка. С лучком было бы, конечно, гораздо вкуснее. В общем, грибы хорошие, а картошка мне совсем не понравилась. Это кусочек пиццы 4 сыра. Визуально даже заметно, что здесь присутствует сыр с плесенью, дорблю. Также еще здесь есть пармезан и чеддер. И еще какой-то сыр, но его название не подписано в составе. Стоит такой кусочек пиццы 89 рублей. Соотношение начинки и теста здесь нормальное. Тесто не супер толстое, а сыра вполне достаточное количество. Сейчас попробую на вкус. Здесь и тесто вкусное, и начинка, вот это сочетание сыров очень хорошее. Конечно же, на свою цену этот кусочек пиццы тянет. Очень вкусно, мне понравилось. Попробуем котлетку на пару с говядиной и курицей. Цена котлет 600 рублей за килограмм. Здесь 206 грамм и обошлось это в 123 рубля. Открыл упаковку, понюхал эти котлеты и как-то пахнут они не очень приятно. Вполне вероятно, что уже они не свежие. Разогрел эти котлетки одну минуту в микроволновке и неприятный запах стал еще сильнее. Хотя вроде как внутри пахнет нормально. Сейчас, в общем, попробую. Хотя это, конечно, очень рискованное дело. Попробовал. Действительно чувствуется, что эти котлеты мясные. И по вкусу они даже так ничего. В общем, съедобные. Не сказал бы, что какой-то отвратительный вкус. Но вот только потому, что запах мне не нравится. Поэтому эти котлеты я дальше кушать не буду. Потому что как-то все равно опасно. Если запах неприятный, то вполне вероятно, что они сделаны либо из какого-то уже не свежего мяса, либо уже сами в магазине протухли. Поэтому, в общем, нужно с осторожностью относиться к такой еде. И вот своему обонянию я всегда доверяю. Если запах не нравится, то стараюсь такое не есть. Так выглядит свиной шашлык с овощами в бурзничном маринаде. Стоимость шашлыка 759 рублей за килограмм. Здесь 138 грамм и обошлось все в 104 рубля. Из овощей здесь сладкий перец, красный лук и кабачок. Сейчас посмотрим, как этот шашлык выглядит в разрезе. По разрезу видно, что шашлык очень хорошо прожарился. По вкусу этот шашлык мне понравился. Мясо очень мягкое, но только то, что вот он с каким-то бурзничным маринадом, это совершенно не чувствуется. И также очень слабо чувствуется запах дымка. Вот когда готовишь на мангале шашлык, то там действительно чувствуется какой-то запах дымка. А тут такое ощущение, что этот шашлык готовили даже и не на мангале, а на каком-то электрогриле. Хотя в Евроспаре есть и мангал. Овощи имеют небольшую хрустинку и по вкусу мне понравились. В целом шашлык неплохой. Попробуем плов со свининой. Видно, что он сделан из длиннозерного риса. Попадаются кусочки мяса. А также еще видна морковка. Ну и по всей видимости, это жареный лук. Плов со свининой стоит 400 рублей за килограмм. Здесь 240 грамм. И вышло все на 95 рублей. То, что касается мяса, то мясо приготовлено хорошо. Оно мягкое. То, что касается морковки, то вполне она нормальная. Ну немножко такая вярненькая. А вот то, что касается риса, то рис совершенно недоваренный. Он такой вот полуготовый, я бы сказал. И кушать такой рис не очень-то и приятно. Ну а также чувствуется наличие специй. Но специи здесь подобраны хорошо. Это вот специи как раз для плова. Единственный и самый большой минус то, что вот рис не очень съедобный, потому что его приготовили не до конца. Так выглядят манты паровые. По размеру они довольно-таки крупные. Сверху они еще посыпаны укропчиком. В разрезе хорошо видно, что тесто здесь не супер толстый слой. Тесто нормально. И мясной начинки вполне достаточное количество. Стоят они 500 рублей за килограмм. Две штучки весят 250 грамм. И вышли на 124 рубля. Попробовал. И довольно-таки неплохие манты оказались. Фарш здесь, конечно, не супер идеальный. Попадаются хрящики. Но чувствуется, что он на самом деле из мяса сделан. И тесто очень качественное. Думаю, на свою цену эти манты тянут. Попробуем рыбу в шубе. Сверху небольшая зажаристая корочка. В составе написано, что в качестве рыбы здесь используется горбуша. Стоимость рыбы в шубе почти 50 рублей за 100 грамм. По разрезу мы видим, что рыбы здесь не такое уж и большое количество. В основном одна картошка. А также еще приличное количество лука. И есть кусочек помидора. Но он тоже небольшой. Это блюдо мне абсолютно не понравилось. Просто сырая картошка была нарезана кружочками. Ее запекли. И она совершенно не пропеклась. Картошка здесь полусырая. Помидор нормальный. Лук тоже абсолютно не приготовился. Он очень хрустящий. И как-то не очень приятно его есть. Ну и рыба тоже по вкусу мне не очень понравилась. Такое ощущение, что она уже не первой свежести. В общем есть дальше эту рыбу в шубе. Совершенно никакого желания нет. В этой упаковочке находится рис со свининой на боке. Кроме риса и свинины, здесь есть еще овощи. В том числе какой-то элитный перец. В целом состав неплохой. Стоит упаковочка такого риса 149 рублей. Открыл упаковку. Пахнет очень вкусно. И на внешний вид тоже аппетитно смотрится. Разогрел пару минут в микроволновке. Теперь можно посмотреть, что здесь находится внутри. Вот по всей видимости кусочек элитного перца. Попробовал этот перец и мне кажется это самый обыкновенный сладкий перец. Ничего элитного во вкусе не заметил. Также есть обжаренные кабачки и морковка. Все эти овощи приготовлены до степени аль денте. Имеют небольшую хрустинку и по вкусу мне понравились. Сам рис тоже сварен хорошо, но во вкусе опять-таки почему-то очень много кислоты. Такое ощущение, что переборщили с уксусом. Мясо очень мягкое и по вкусу мне понравилось. В общем все хорошо, все сделано как надо, но единственный минус то, что переборщили с кислотой. Котлетка куриная, сытная. Но в составе кроме куриного филе есть еще и картошка. Ну и также куча всяких добавок. В том числе даже есть и консервант. Стоимость котлеты 419 рублей за килограмм. Здесь 278 грамм и обошлось в 116 рублей. Разогрел котлету одну минуту в микроволновке. По разрезу мы видим, что сама котлета небольшая, но очень большая шапочка из пюре. Хотя в названии вообще было не написано, что присутствует какое-то пюре. Поэтому мне поначалу показалось, что это такая большая котлета. То, что касается котлеты, то котлета мне понравилась. Чувствуется, что она мясная. Конечно же сюда добавлен хлеб, но его совсем немного. Мяса в общем здесь больше. Кроме мяса здесь особо так сильно ничего не ощущается. В основном чувствуется мясо во вкусе. А вот в пюре присутствует небольшая кислинка. Не знаю, что это сюда добавили. Может быть какую-то кислоту, может лимонную, может еще что-то. Если бы не эта кислота в пюре, то в целом было бы блюдо вообще замечательное. Это медовое пирожное. Что-то типа медовика. И в комплекте идет даже раскладная ложечка. Как мы видим, это пирожное слоеное. Несколько слоев. А сверху еще свежая клубничка лежит. Стоимость одного такого кусочка 145 рублей. Пирожное очень вкусное. И действительно присутствует вкус меда. А также еще есть грецкие орехи внутри. Оно хорошо пропитано, не сухое. И вот этот вот белый крем, не знаю точно, что это такое. Он тоже приятный на вкус. Пирожное очень вкусное. Но цена, конечно же, у него не супер низкая. Так выглядит ролл с креветкой. Сразу же заметно, что это икра летучей рыбы, а не икра мойвы. Это хорошо. Но распределена она как-то неравномерно. Где-то густо, где-то пусто. Это плохо. С роллами идет имбирь, васаби и соевый соус. Стоимость ролла с креветкой всего лишь 209 рублей. Если рассмотреть начинку, то, как мне кажется, здесь маловато сливочного сыра. Попробовал и ролл оказался вкусным. Здесь качественная икра. Она хорошо лопается. К креветке здесь положено нормальное количество. И также хороший хрустящий огурец. Рис сварен тоже нормально. В общем, этот ролл полностью оправдывает свою цену. И я даже считаю, что и недорого. Это кусочек пиццы Цезарь с курицей. Сверху мы видим приличное количество салата Айсберг. Ну и также сверху еще видны кусочки курицы. У этой пиццы и тесто хорошее количество. И начинки тоже вполне нормальное количество. Сейчас попробую на вкус. Стоимость такого кусочка пиццы 89 рублей. Пицца очень вкусная. Начинки здесь нормальное количество. Ну и так как тесто толстый слой, то в целом этот кусочек очень сытный. Уже не первый раз беру пиццу в Евроспаре. И она всегда вот такого же хорошего качества. Пицца, в общем, там замечательная. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!